Масленичные блины Славянские напевы, восточная мелодика и африканские ритмы – их музыка сплетает воедино традиции десятков национальностей стран. Питерская этноэлектронная группа «Теодор Бастард» начала первый в этом году концертный тур «Сомска» и представила публике новую программу, посвященную десятилетию альбома «Белое». И сегодня в рубрике «Топ-3» мы расскажем о самых необычных инструментах, которые музыканты взяли с собой на гастроли. Это «Спринг-драм». Это на самом деле такой шумовой инструмент, он довольно угрожающе, похоже на гром звучит. Они бывают очень разных размеров, видите, тут пружина, которая создает. Но это эффектный инструмент. Есть очень много маленьких его версий, и мы иногда для таких эффектов шаманистских его используем. Есть инструменты у нас конкретного географического происхождения, например, вот «Колимба». Это инструмент африканский изначально, но делают его уже, конечно, современные люди, видите, у него он электро, это электроколимба. И вот он мы используем. «Колимба» Это дорбука, арабская дорбука. Традиционно этот барабан всегда делался из глины, а вот пластик мембрана – это была рыбья кожа. У меня был ливанский учитель Осама, который преподавал дорбуку. Классическая позиция, в которой он играется, это его кладут на колено, вот в таком виде. То есть здесь это, опять же, концертное решение для удобства, для скорости настройки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня провожаем зиму и закликаем весну в музее сказки «Васин хутор». Самое время масленицы на дворе. Ну, здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать к нам на праздник, на широкую масленицу. Ну что, заходите! Это праздник, который с тобой всю неделю. Понедельник – это встреча, вторник, заигрыши, среда, лакомка. У каждого дня свой смысл. Раньше масленицу отмечали широко, любили ее очень, потому что на масленицу трудиться не надо было. А как трудились, я вам расскажу. Пойдемте. В масленичную неделю было принято веселиться. Считалось, что тот, кто не веселится, у того будет неудачным год. Среди развлечений было катание не только на таких санях, но еще и на прялках. Точнее, на донце. И считалось, кто дальше скатится, с горы у того будет больше урожай льна. Ведь льзна можно изготовить ниточку, а затем наткать ткань вот на таких вот ткацких станах. Круглые, как солнце, блины – главный символ масленицы. Или камоедицы, как говорили в старину. Первый блин доставался комам, медведям. Отсюда и пошло знаменитое выражение. На масленицу нужно печь как можно больше блинов. И у каждой хозяйки свой рецепт. Бабьяга, что нужно, чтобы блины вкусными получились? Ай, милая, да чё ж ты такие вопросы-то задаёшь? Главное, не то, что ты туда собралась положить, а для того, чтобы она вкусная, с любовью готовить надо. Вкусные. Вкусные, удобные? Вкусные, да. Да не боись, здоровечка тебе прибудет. На масленице пекут блины – символ солнца. Они такие же тёплые и горячие. Я хочу, чтобы поскорее пришла весна. Всех поздравляю с 8 марта. Пока не сгорит чучело, весна не придёт, считали наши предки. Всю масленичную неделю они прощались с зимой, готовясь к весенне-полевым работам и к великому посту. Здесь всё весёлое, горка крутая, манекены, сказки, как будто реальность. Я так ещё никогда не справляла, так весело масленица. Сегодня о своём свободном времени рассказывает солист вокального квартета, премьер Омской филармонии, участник фестиваля российского искусства в Каннах и культурной олимпиады в Сочи Вячеслав Дюднев. В жизни певца-артиста не так много времени, но в свободное время ты стараешься читать. И недавно прочитал, можно сказать, бестселлер 21 века, книгу Шантарам. Я наблюдал за главным героем, за всем происходящим, за те ситуации, в которые он попадал, как он из этих ситуаций ловко выходил, при этом он учился на собственных ошибках и продолжал всё-таки идти дальше. Он влюблялся, он встречал не сильно хороших людей, но после чего он с ними дружил, и всё как-то вот складывалось довольно-таки положительно. Мысли автора, которые он хотел донести, наверное, это то, что не нужно бояться каких-то препятствий, которые у тебя есть в жизни, нужно идти смелее вперёд, добиваться своего, и даже если что-то для тебя находится в какой-то закрытой комнате, постараться это открыть. Потому что выходить из зоны комфорта нужно, стоит, это как раз и есть развитие. Поэтому Шантарам для меня это вот такое произведение, которое осталось где-то глубоко в душе. Они шокировали европейское общество новаторской живописью и эксцентричным образом жизни, но спустя время из скандалистов превратились в классиков мирового искусства. Двум выдающимся австрийским художникам Густаву Климту и Эгону Шилли посвящено новое музейное шоу в киноцентре «Вавилон». Фильм в прокате всего три дня, с 15 по 17 марта. Ещё одна премьера музейного артфеста – документальная лента «Боттичелли инферно». Фильм знакомит с творчеством одного из главных мастеров итальянского взрождения, Сандро Боттичелли и открывает тайны его знаменитой «Карты ада». Эта иллюстрация к божественной комедии Данты спрятана от глаз публики в библиотеке Ватикана, в зале с особой категорией сохранности. Специально для съёмок картину пропустили через мощный сканер, чтобы зрители смогли рассмотреть множество деталей, скрытых от невооружённого взгляда. Фильм снимали в красивейших городах Европы – Риме, Флоренции, Лондоне и Берлине. Отправиться в путешествия по девяти кругам ада в компании великого итальянского живописца и поразмышлять о грехах и наказаниях можно на показах в киноцентре «Вавилон» с 29 по 31 марта. Я понял, что я живу музыкой достаточно рано. Я занимался академической музыкой, я занимался ей много, ну, как минимум по 5-6 часов в день. Это желание папы было. Для ребёнка это, естественно, что это такое – ремесло. Его приучают к ремеслу. Не всем хочется. А я был баламутом. Мне вообще не хотелось. Когда мне было 6 лет, я помню, как я рос и начал там уже ногой топать и кричать, что я буду этого Мигюля всю жизнь играть. Не хотел. Мне было 11 или 12 лет. Я начал писать музыку. Но писать я музыку начал не для аккордеона, а какие-то маленькие миниатюры, которые были интересны мне. Я через эти маленькие миниатюры познакомился с очень многими ребятами, музыкантами. Мы создавали вокально-инструментальные коллективы, короче, рок-группы, в которых я писал музыку и играл на бас-гитаре. У меня был свой путь. Я одновременно, когда я занимался, учился академической музыкой, я в то же время познавал свои университеты через музыку, которая была интересна мне. Тогда это было Prodigy. Тогда это был Norman Cook. Это были английские битмейкеры. Это было очень много рок-музыки, Radiohead Music. Мы, если не в школе, мы постоянно где-то были в подвале, снимали какие-то видео. Мы постоянно репетировали. А аккордеон это уже был просто какой-то момент, может быть, постарше мне было лет 18, когда я просто решил объединить жанры. А вот почему мне не попробовать такой проект? Это было здорово, это стало интересно, и аккордеон выстрелил. Если считать за зимний тур, то у нас сегодня своего рода зеленка. Для зрителя поясню. Зеленка – это когда завершительный концерт. Мы на этом концерте шутим с друг с другом абсолютно непредсказуемыми способами. Музыканты только это замечают. Обычно зритель это не замечает. КОНЕЦ КОНЕЦ